Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 19 января, 6 января по старому стилю. В этот день мы вспоминаем представление святителя Феофана, затворника Вышинского, литургии святого Иоанна Златоуста. Евангельское чтение от Матфея, 3, 13-17. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну, креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, мне надо бы накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне? Но Иисус сказал Ему в ответ, оставь теперь, и вот так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его, и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голод, и не спускался на Него. И все глаз с небес, глаголящий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Святитель Феофан Затворник, мысли на каждый день года. Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в Нем явил Себя. Так осизательно единый истинный Бог, в Троице поклоняемый. Бог Отец глазом с неба, Бог Сын, воплотившийся крещением, Бог Дух Святой, нешестием накрещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святой от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходят от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное Домостроительство, спасение совершено Богом Сыном, воплотившимся, соприсущему Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться, не иначе, как в Господе Иисусе Христе. Благодатью Святого Духа по благоволению Отца. Все таинства христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою, совершающих это великое празднество. Придите, востечем умно горе и погрузимся в созерцание этих тайн спасения нашего. Пая в Иордане кричающейся Тебе, Господи, тройческое и висе поклонения. Спасение тройчески нам устрояющее и нас тройчески спасающее. Когда тело или его члены страдают, страдает и голова. Так, когда христиане страдают, сострадает им и Христос. Добро или благодеяние делается христианину – это вменяет себе Христос. Об этом и говорил Христос. Так вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Ивангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. Ивангелие от Матфея, 25 глава, 45 стих. От сердца произойдут добрые дела, когда будет доброе сердце. А без доброго сердца добрых дел не может быть. Как из гнилого источника не может не течь гнилая вода. Исправь сердце и волю твою, и будешь добр, будешь истинный христианин, будешь новое творение. Всякий от воли и сердца добр или зол. Когда сердце и воля добры, то и человек добр, когда сердце и воля злы, то и человек зол. Истинно добрые дела происходят от Бога. Или проще сказать, христиане Богом пробуждаются к творению добрых дел. Силу и крепость получают от Бога. Содействием Его благодати трудятся. Так свидетельствует Божье Слово. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Послание к филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «И без меня не можете делать ничего». Иван Геотеяна, 15 глава, 5 стих. Святитель Тихон Задонский. С праздником, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok